Я знаю, был определенный организационный период у вас, и вот вы теперь председатель комитета, насколько мне известно. Хотелось бы узнать, какие мысли, какие планы. То, что касается в пределах работы общественной палаты, федерации, мы это знаем из новостей. Интересно и любопытно, как это можно применить по отношению к республике. Ну, вы правы в том, что сейчас я стал ближе к молодежной политике и, наверное, начал понимать, что происходит в нашей стране. В нашей стране, к сожалению, до сих пор не принята стратегия развития молодежной политики. Сейчас обсуждается, мы имеем в виду средства по цитанию и по сути, но, несмотря на это, в стране есть другой программ по поддержке молодежных инициатив. Я думаю, мне это раздельно посчитаю очень важным эффектом и полезным применяться к инфиденту. Одним из первых проектов, на мой взгляд, в Казахе, касается здоровья, как здоровья, возраста жизни. Сейчас очень большой генеральный проект под названием «Трезвая Россия». Я бы хотел, чтобы мы в Республике Коммунике были посодействовать, открыли определенные деления «Трезвая Россия» и «Трезвая Россия». И, с другой стороны, они занимаются контролем раскрытия строительных проектах на улицах. Ну, а третье, самое главное, это программа «За ровно за жизнь». Это доступные площадки спортивные, которые строятся под бараком, состоящие из турников, в усе, и привлекают к этому больше. Сейчас в Москве, в Казани, насколько я знаю, первые два года, которые участвуют в этом проекте. Ну, и, безусловно, пропаганда «За ровно за жизнь» на уровне образовательных программ в школах. Но приходят в классы, проводят лекции, семинары, рассказывают о вреде куриния, обиде алкоголь. Дом не для нашей молодежи, это не из первых проектов, которые стоят реализовать. Ну, а вообще про программы и проектов много, мы с вами тут делимся. Тут первое самое появление инициатив сразу предполагалось. Спасибо. Ну, поздно, так скажем, некоторым кумовством, что хотел бы предложить, может быть, коллеге из общественной палаты или заседания и педагоги, это, кто будет актуальным, конечно, для учетов всей федерации, но и, конечно, для калмыки, и для этого принять, оказать полностью гостеприимство, это было бы интересное, для общественной палаты. Вот такое вы издание для Альбома. Это интересное предложение. У нас было выездное заседание сейчас в Крыму. Раз, когда был оптедат, куда было выездное заседание государственной думы. Это очень, на мой взгляд, очень интересно. Я хотел выступить за эту инициативу, поскольку мы готовы встретить, потому что мы в рамках комиссии можем произнести все эти проекты, презентовать их, пообщаться с молодежью. Посмотрите график. Конечно, я понимаю сейчас так, с Панталеку это все трудно, достаточно сделать. И у нас единый день голосования близится, поэтому, наверное, было бы целесообразно до наступления холодов. Есть ли это возможно? Если нет, мы готовы рассмотреть этот зимой период. Это было бы тоже. Все новости. Спасибо за предложение, потому что заходите. Пока председатель, я думаю, нужно провести калмыки. Я и говорю, да, пользуюсь такими, скажем, землячками.